Блумберг пишет, что Евгений Пригожин возвращался в Российскую Федерацию вынужденно, дабы решить вопросы с Министерством агрессии Российской Федерации, с Министром обороны Сергеем Шойгу, потому что столкнулся с давлением со стороны Минобороны, его боевикам Пригожина запретили использовать самолеты ведомства для перелетов и закрыли доступ к базам в Сирии. Поэтому Вагнер, рискуя остаться без логистики, должен был отправить Пригожина и командиров решать эти вопросы. – Действительно ли это может показать нам, что таким образом Пригожина выманили на этот полет, и что Шойгу, по одной из версий, которая ранее разрабатывалась, по сути мог действовать самостоятельно, нейтрализуя Пригожина, или все-таки это было скоординировано, или даже полностью отдан был приказ со стороны Путина? – Я, безусловно, уверен, что приказа Путина не было стрелять в Тверской области ПВО. Но договоренность о том, что Шойгу умеет карт-бланш на то, чтобы его убрать, она была же еще и до Путча. Собственно говоря, вот этот марш справедливости Пригожина, он был как раз провоцирован тем, что ракета упала прямо в штаб Вагнера на границе. И они поняли, что их будут убивать, а они, значит, собрались и пошли в Ростов, на Москву и так далее. То есть, в принципе, Шойгу просто воспользовался этим карт-бланшем и убил его. Я думаю, что вот сам факт того, что они это делают, хотя это, условно говоря, очевидно помешает их в этой войне, делают из личной мести. Это говорит о том, что они достигли какого-то момента, когда внутренние распри их интересуют больше, чем война в Украине. То есть, я думаю, что это такая инициатива Шойгу, воспользовавшись одобрением Путина, которое было получено еще давно. А что же выиграл тогда Шойгу от этого? Просто показать уровень своего влияния? Ведь в виде вагнеровцев они потеряли довольно-таки, как бы это не было прискорбно признавать, профессиональный элемент наемников. Ну, дело в том, что для Шойгу успехи Вагнера это были нож в спину, да, потому что, собственно говоря, неуспехи армии можно было как-то там списывать на какую-то суперразведку, которая помогает украинской армии, на супертренированных украинских солдат. Но то, что они проигрывали по сравнению с Вагнером, это было, естественно, укор Шойгу. Поэтому для Шойгу ему такие успехи не нужны были. Еще раз говорю, их собственные погоны, вот собственный вид перед начальником волнует больше, чем успехи на войне. Так что они не думали о... И, собственно говоря, я думаю, что они и проиграют, потому что вся система построена таким образом, что, главное, не добиться какой-то поставленной цели, а главное, чтобы похвалил начальник, да, или там не ругал начальника. Ну и все прочее. Люди, которые знают Шойгу, говорят, что он как-то подевичий обидчив, что на него вот эти крики Пригожина действовали невероятно сильно. Он был уязвлен как бы в самое свое сердце. Поэтому я думаю, что сладость мести для него превысила все остальные мотивы, что ли. Какой? Просто творческая натура, как оказывается. Ну, типа того, да, творческая. Он себе выиграл время этим, я еще так понимаю, или Путин его и не собирался бы отстранять? Путин очень тяжело, да, отстраняет людей. Дело в том, что в целом для них сейчас наступил момент, когда угрозы внутренние стали, ну, как минимум, соразмерным угрозам внешним. И поэтому они очень внимательно относятся к, ну, так, условно говоря, стабильности. Они, там, пугают людей в самой России не меньше, чем украинцев. То есть сегодня, ну, как бы, наступил такой момент, когда есть ощущение, что смена Путина 50 на 50 может случиться или из-за очевидных поражений в войне, ну, например, там, крымская, крымский десант украинской армии, или из-за каких-то внутренних, ну, там, я не знаю, внутренних процессов. То есть это просто сложно сейчас найти этому название. Пуч ли это будет, или это будет просто смещение, вот, или переворот дворцовый, или, там, табакерка. Но есть ощущение, что внутренняя напряженность резко повысилась. Спасибо.